Прямо сейчас, в эти минуты, в столице Лаоса проходит встреча глав дипломатии России и США. Все ждут результатов этих переговоров, но самые нетерпеливые уже успели выкрикнуть свои первые вопросы. Какие именно, расскажет моя коллега Ирина Топоркова. Иру, привет! Ну вот мы уже проанонсировали нашим зрителям, что ответил Лавров так неоднозначно, что за слово из четырех букв он там хочет сказать. Рассказывай все по порядку. Здравствуй, Оль. Ну непонятно, что за слово. Плохое, хорошее, цензурное, нецензурное, не ясно пока что. Но в самом начале двусторонней встречи госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел Сергея Лаврова началась протокольная съемка для журналистов. Это обычная такая процедура, когда прессу пускают в зал, где проходит сама встреча, буквально на несколько минут. И вот по протоколу нельзя задавать никакие вопросы. Политики лишь жмут друг другу руки, но и сами, если хотят, что-то говорят. И вот американская журналистка нарушила такой протокол. Она выкрикнула вопрос Сергею Лаврову. Закричала она, что он думает насчет того, что якобы российские хакеры взломали почту демократической партии. Но вот на что Лавров на английском языке достаточно жестко с ухмылкой ей ответил. Я не хочу говорить слово из четырех букв. Но какое это слово? Останется загадка. Видимо, знает только он. Я не хочу говорить слово из четырех букв. Можем двигаться. Но вот пока что проходит встреча. Проходит она на полях саммита Россия-Осиан и Восточно-Азиатского саммита. Он проходит в центре столицы Лаоса. Ну и, собственно, как сам саммит выглядит. Вот в огромном здании, которое выделено под него, здесь множество комнат. В каждой из этих комнат встречаются до самого саммита политики известные, министры иностранных дел. И уже после этого они идут на сами основные встречи. Проходят и Керри, и Лавров вот по этим красным ковровым дорожкам. Вообще, для СМИ здесь выделена отдельная зона. Должны все представители прессы стоять вот здесь. Но не только мы, но и наши иностранные коллеги это правило, конечно же, нарушаем. Двигаемся мы, ходим по коридорам. Ну и, собственно, иногда натыкаемся на Керри, на Лаврова, на министра иностранных дел Китая или других политиков. Можно даже с ними в этот момент и поговорить. Но вот что касается Керри и Лаврова, именно их и министры иностранных дел Китая, кстати, тоже. Именно для них здесь, в Лаосе, вот как-то пристально следят за охраной. И вот когда они заходили, и Керри, и Лавров заходили в зал, где проходит саммит России, ОСИАН, выбегали, даже не выбегали, остановились колонной военной. И вот, кстати, один из них, вот в таких касках, иногда военные стоят и в бронежилетах, и прям ведут высокопоставленных политиков до самого зала, где будут проходить заседания. Фотографирование происходит, ну, конечно же, на фоне флагов, традиционно, практически так всегда проходят все официальные мероприятия политиков. Но вот для прессы выделена еще одна небольшая зона. Это такая приятная, потому что в основном журналисты, они не присутствуют на двусторонних встречах, они даже не присутствуют на самих саммитах. Нам приходится ждать здесь по два, по три, иногда по четыре часа. И вот в момент, когда мы здесь ждем итогов переговоров, как, например, сейчас это делают российские журналисты, можно перекусить. Вот, собственно, специальный зал для банкетов выделили здесь, и пока что не убрали еду. Покажу я, что здесь можно попробовать. Но вот на самом деле, честно говоря, мы здесь голодаем, потому что вот такая пища, она своеобразная. Вот это вот, например, банановый листок, в него завернуто какое-то очень специфическое пирожное из рисовой муки. Похоже оно на очень густую тянущуюся манку, практически не сладкую, но и есть, честно говоря, мы это не можем. Пытались вот еще, кстати, тоже примерно такое же пирожное, но вот оно как выглядит в незавернутом виде, тоже в банановый листок. Были еще здесь фрукты, но достаточно быстро все журналисты расхватывают, вот уже пустые подносы стоят. Но, с другой стороны, здесь, кстати, очень жарко, плюс 30, плюс 35, очень сильная влажность, 80%, поэтому находиться на улице практически невозможно. Но даже когда ты находишься здесь, внутри здесь работают кондиционеры, специально для прессы здесь предоставлены бесплатные напитки, кофе, чай, ну и холодный чай со льдом здесь самый популярный. Пока что делегации ждут, мы тоже ждем итогов переговоров. Вот нам обещали, что к нам выйдет министр иностранных дел России Сергей Лавров и расскажет, о чем же договорились с Керрией, ну и что за слово-то было из четырех букв. Да, мы тоже ждем, Ира, спасибо тебе. Ну и приятного аппетита, ведь у вас уже скоро обеденный перерыв. Для наших зрителей поясню, что с Лаосом разница в 4 часа, у них уже практически 12 часов дня. Ну это была моя коллега Ирина Топоркова, она сейчас работает на полях мероприятий «Осеан». Субтитры подогнал «Симон»